Пандемия коронавируса, наконец-то пришедшая в Казахстан весной 2020 года, показала важность цифровизации различных процессов с учетом развития технологий. Для достижения этой цели Минцифры разработали национальный проект с пафосным названием «Технологический рывок за счет цифровизации науки и инноваций». Журналисты Уллс Медиа подробно разобрали нацпроект и собрали некоторые вопросы к нему. Таким образом, нацпроект, который должен осуществиться до 2025 года, был одобрен правительством. Ответственным за его реализацию назначен глава Минцифры РК Багдад Мусин, чьи реформы становятся все более непопулярными среди населения. Общая стоимость такого технологического рывка составит более 2 триллионов сенге. Это один из самых дорогостоящих нацпроектов на сегодняшний день. При этом основная часть денег будет предоставляться из госбюджета. Если говорить более детально, то на ускорение предоставления госуслуг направят более 300 миллиардов сенге. На развитие IT-отрасли около 11, а на слышащее и эффективное государство 7 миллиардов сенге. В целом, если все пойдет по плану Багдада Мусина, то с 2025 года IT-отрасль должна развиться до такого уровня, что будет ежегодно привлекать по 500 миллиардов сенге инвестиций, а экспорт IT-услуг возрастет до 500 миллионов долларов в год. А что, если все пойдет не по плану? Ведь, как часто бывает в Казахстане, реализация даже самых благих намерений заканчивается стыдом. А господин Мусин к тому моменту может уже не быть у руля министерства, что может уберечь его от критики за то, что цели не были выполнены. Кроме того, в рамках тех нарывка Мусина планируется запустить долгожданный 5G в столице, а в городах республиканского значения модернизировать центры обслуживания населения, внутри видеозоны, в которых услуги могут предоставляться за 5 минут. Фактически, министерство немного торопит события, поскольку если в городах с интернетом в основном все хорошо, то работа по интернетизации сельской местности проводится далеко не идеально. По признанию вице-министра цифрового развития Жамбакина, в настоящее время более 700 сел имеют слабый доступ к интернету, а в более 1000 селах он отсутствует вообще. Говоря о селах, в 617 из них связь с миром будет налажена до 2025 года за счет низкорбитальных спутников. В частности, речь идет о сотрудничестве с компанией OneBe, предоставляющей спутниковый интернет. Для этого в республике разместят специальные оборудования, в том числе наземные антенны. Стоит отметить, что такое желание работать именно с иностранными компаниями не понравилось нашим отечественным IT-компаниям. Кроме того, большие вложения в рамках НАЦ-проекта ожидаются в строительстве инфраструктуры. К 2025 году планируется проложить трансказпийскую волоконо-оптическую линию связи и национальная магистраль Запад-Восток. Для транзита хранения международного трафика будут созданы два центра обработки данных. Предполагается, что эти усилия помогут довести долю Казахстана в транзите данных между Европой и Азией до 8%. Как можно понять, планы у Министерства цифровизации очень большие и очень затратные, поэтому мы желаем удачи Багдату Мусину, так как она ему точно пригодится, ведь на кону госбюджет.